Приветствую! Мы уже привыкли к тому, что когда меняют налоговое законодательство, как правило, ухудшается наша с вами жизнь. Но, к счастью, в этом правиле есть исключения и одним из таких исключений я хочу сегодня с вами поделиться. Это законопроект 8226, который уже успели окрестить как SmartFob. И вот сегодня мы с вами разберемся, кому же этот законопроект улучшит жизнь, ну и разберемся, почему же этот законопроект ухудшит жизнь для бухгалтеров. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что данное видео снято при поддержке инфочат Харьков. Инфочат Харьков. Только полезная информация для харьковчан и гостей города. И без всякой воды. Подписывайтесь. Ссылочка на этот телеграм-канал есть в описании к данному видео. А теперь непосредственно разберемся с тем, что же такое SmartFob. SmartFob это, по сути, упрощенная система налогообложения. То есть для тех фобов, которые находятся на едином налоге третьей группы. В чем же Smart состоит вот этого фоба? Smart состоит в том, что мы еще более упрощаем ведение бизнеса для предпринимателя. И проявляется это в том, что теперь фоб третьей группы не будет подавать никакой отчетности. Вот вдумайтесь, вообще никакой отчетности. Также фобу не нужно будет тратить время на расчет и уплату единого налога. Кто же это будет все делать? За всем этим будет следить банк. То есть теперь, по сути, и отчетность, и налоги за вас платит банк. Все, о чем нужно побеспокоиться фобу, чтобы была соответствующая сумма на счету. Время, когда нужно оплатить этот налог, время, когда нужно подать отчетность, будет определять банк в соответствии с требованиями действующего законодательства. Налоговым агентом для фоба тоже будет банк. Кроме этого, нужно понимать, что банк будет платить не только единый налог за вас, но и будет уплачивать ЕСВ. ЕСВ будет уплачиваться в минимальном размере. Этот размер, опять же, определяет банк согласно требований действующего законодательства. Вам снова же нужно побеспокоиться о чем? Чтобы на счету была необходимая сумма. Что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться вот этой суперупрощенной системой налогообложения? Нужно зарегистрироваться фобом третьей группы, открыть специальный счет в банке и, собственно говоря, на этом все. Дальше все за вас делает банк. Вы занимаетесь только бизнесом. Но, естественно, не все фобы могут этой услугой воспользоваться. Есть определенные требования и вот мы сейчас их видим на экране. Во-первых, как уже было сказано, эта услуга возможна только для фоб на третьей группе единого налога. Фоб не должен быть плательщиком ПДВ, у него не должно быть наемных работников. Обязательным условием должно быть только работа по безналу, то есть не принимать ни в коем случае наличку. Только по безналу. Ну и, естественно, для того, чтобы быть на третьей группе, нужно придерживаться тех лимитов доходов, которые установлены налоговым кодексом Украины. И, соответственно, если вы осоответствуете тем условиям, которые вы видите сейчас на экране, то вы можете выбрать вот эту систему SmartFob. Ну а для кого же эта система будет негативной? На кого она негативно повлияет? Только, по сути, на одну группу предпринимателей, на бухгалтеров. Потому что если раньше мы обращались к бухгалтерам, которые ввели и отчетность, и рассчитывали доходы, налоги, уплачивали это, подавали отчетность, то теперь, к сожалению, конечно, бухгалтера вот в этой части потеряют доходы. Безусловно, в целом этот законопроект можно оценить позитивно. И если уж там сделать какие-то замечания, то можно сделать, на мой взгляд, только одно замечание. А где вы были раньше? Почему этого нельзя было сделать раньше? Ну и, конечно, у меня есть вопрос. Еще один вопрос с ЕСВ. Как будет уплачиваться ЕСВ? Как решить вопрос неуплаты ЕСВ в том случае, если ФОП третьей группы, например, параллельно является еще и работником. И за него ЕСВ сплачивает работодатель. И вот здесь, да, интересен для меня момент. Потом практически посмотрим, как можно будет отказаться от автоматической уплаты ЕСВ. Друзья, на этом все. Если вы считаете данное видео полезным, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также можете подписаться на мой телеграм-канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok